Если речь идет о возрастном пациенте и во время операции вы видите, что имеется фиброз задней капсулы, вы будете делать интероперационные капсулы? Нет, первичные задние капсулы РЭКС. Скорее всего заднюю лазерную диссизию, потому что это безопаснее. Но я небольшой любитель делать интероперационные. Если он эксцентричный, я не делаю. Если есть какие-то проблемы, слабые связки, узкий зрачок, я не делаю. Я делаю, если операция проходит у меня идеально, но в центре или парацентральная есть фиброз, который явно будет мешать. Но других проблем нет. Хорошая камера, зрачок хороший, тогда я делаю. Да, еще когда не делаю, если у меня вдруг передний РЭКС слишком большой оказался и есть вероятность, что линза будет не полностью покрыта капсулой, ну тогда возможна промененция оптики линзы над РЭКС. Вероятность того, что будет какой-то пролап стекловидного тела выше. Задний РЭКС, да, в идеале мы его делаем там меньше переднего РЭКС, круглый и все такое. Но это в идеале. Это когда небольшой фиброз, легкий фиброз. Такие случаи как раз и показывают на живых хирургиях, когда там задний РЭКС идеально получается. А как правило, это какой-то фиброз неравномерный задней капсулы и сделать его круглой заданной величины не всегда удается. Он может уйти. Если передняя капсула не держит оптику линзы, то может ее потом как раз таки перекосить. Положение линзы будет неправильное. Она может уйти частично в переднюю камеру, вставиться как-нибудь, развернуться и вообще уйти в стекловидное тело. Чаще не делаю, чем делаю. И вообще я противник вот всем подряд делать, о чем в свое время Тахтаев Юрий Викторович всем рекомендовал. Я считаю, что это, а, риск дополнительный, б, это гидротация стекловидного тела, ничего хорошего от этого нет. Тут возможны и всякие синдромы типа Ервенгаса. В, это все-таки возможны какие-нибудь проблемы с выполнением РЭКС, он может уйти, может пациент в это время как-то дернуться, может какая-то проблема возникнуть. Ну, чтобы не усугублять ситуацию, не рисковать, лучше, конечно, отложить это на послеоперационные. Я делаю капсулу РЭКС уже на линзе, то есть под линзой. То есть есть методики, когда вот делают капсулу РЭКС и потом начинают имплантировать линзу. Здесь можно, да, капсулу РЭКС убежал, а линза еще не имплантирована, а уже корпус пошел, вот могут быть проблемы. А если сначала поставить линзу, поднять линзу и отодвинуть заднюю капсулу умеренным количеством тяжелого там вискоэластика, сделать капсулу РЭКС. Все, линза уже стоит. Ну, убежал ли РЭКС? Ну, убежал. Будет некрасивый задний капсул РЭКС. После имплантации линзы вводится вискоэластик, делается, соответственно, насечка, и также цанговым пиццетом аккуратно все это удаляется. Во-первых, я сразу скажу, что я задний РЭКС сделаю до имплантации линзы. Я знаю технику, когда уже после имплантации линзы, мне не нравится, мне некомфортно, мне линза мешает, и я боюсь осложнений. Вы линзу имплантируете сначала в переднюю камеру, потом заправляете? Нет, ни в коем случае. Я имплантирую в свод, в свод сразу. А чем хуже делать на ирригации? Ну, во-первых, вискоэластик отдавливает переднюю пограничную мембрану стеклоидного тела. Меньше шансов выпадения. Ну, а так получается, что жидкость заходит и также отдавливает? Нет, но вы чем-то должны делать этот задний РЭКС. У вас идет наружная фильтрация, камера нестабильная. Чем стабильнее камера в этот период, то тем лучше. Я категорически не приемлю этот вариант. И имплантацию на ирригации не люблю. Классический вариант с использованием вискоэластиков на всех этапах. Если, например, вы планируете торическую линзу ставить, будете делать это? Как-то увеличивает риски ротации в послеоперационном периоде? Задний капсул РЭКС? Нет. Нет, скорее всего, риск ротации увеличивает размер капсула мешка, материал, конструкция линзы. А задний капсул РЭКС? Я не вижу основания. Почему он должен увеличивать? Нет, мне кажется, нет. Можно смело ставить. Никак это не будет влиять на ротацию. Но тогда нам нужно очень тщательно вымыть вискоэластик. А получается, если задний капсул РЭКС мы сделали, то уже под линзой не помоешь. Когетивный вискоэластик, он и так, нажав на оптику линзы, он почти весь выйдет. А то количество, которое останется, сильно на ротацию влиять не будет. Другое дело, что тут на что надо обращать внимание, чтобы линза не ротировалась, торическая линза, это не важно, там, задним ротистом, без заднего ротиста, надо дождаться ее окончательного раскрытия. Потому что гидрофобные линзы, с которыми я чаще работаю, они, как известно, чаще всего медленно раскрываются. И, ну, это хорошо как раз таки для ротации, для установки линзы в правильное положение. И я даже обычно чуть-чуть не довожу до нужной оси, зная, что потом уже в послеоперационном периоде она еще немножко может раскрутиться по часовой стрелке при полном раскрытии. Поэтому, если в глазу осталось какое-то количество вискоэластика, то я дольше подожду раскрытия линзы. Но его вполне достаточно, чтобы упереться в свод и линза уже не крутилась. Аналогичный вопрос, дойдет ли когда-нибудь уровень современной катарактальной хирургии до того, что мы всем рутинно будем делать заднюю капсулу РЭКС? Ну, во-первых, есть. Во-первых, в детской практике я всем рутинно делаю капсулу РЭКС. Линзы, которые называются премиум, требования к задней капсуле намного выше. И там не надо, чтобы это была нашлепка большая. Даже какой-то вот не нравится вот эта мне поверхность задней капсулы, я делаю заднюю капсулу РЭКС. То есть, если идеальная задняя капсула, ну, они десятилетиями стоят и не мутнеют, все хорошо. Если на первом глазу, который уже соперировали, была проблема с задней капсулой, что даже если на втором глазу капсула идеальная, я делаю заднюю капсулу РЭКС. Показаний к заднему капсулу РЭКС при линзах со сложной оптикой их больше. Ни в коем случае. Ну, мы с вами уже говорили, что Юрий Викторович Сахтаев, это одна из тем его докторской диссертации, был вот первичный задний капсула РЭКС при имплантации мультифокальных линз. Вот. Но мне кажется, кроме него особых последователей нет. При нормальной хирургии у взрослого пациента вероятность развития вторичной катаракты невысока. Когда я начинал яг-лазерную хирургию, то процентов 50 всех пациентов, оперированных в головной организации МНТК, приходили ко мне и я делал всем дисцизии. Сейчас, ну дай бог, 15 процентов из всех оперированных пациентов приходят на дисцизию вторичной катаракты. Причем часть из этих пациентов изначально уже были какие-то проблемы хирургии, которые могли привести к таким проблемам. Мультифокальные линзы я ставлю только в неосложненных случаях и вероятность развития вторичных катаракт в таких случаях минимальна. Но ведь это все равно же еще одна преломляющая поверхность для прохождения света. Если мы всем будем убирать, это же лучше получается. Ну это каждый решает сам. Есть там доктор Егорова, она за то, чтобы всем делать. Есть там другие доктора, которые говорят, что нет, все-таки лучше вот не делать, потому что все-таки нарушается анатомия вот этого интерфейса, задняя капсула, передняя пограничная мембрана, стекловидное тело, что там. Но все это слабо доказуемо и сложно доказать клинически, что куда и на что влияет. Но в принципе и мы делали такие же работы, что если без осложнений выполнен задняя капсула Рексис, количество, даже толщина макулярной области в послеоперационном периоде не изменяется. То есть это не влияет на количество там макулярных отеоков там или еще чего-то. В термологии все довольно динамично и возможно мои данные уже какие-то знания устарели. Вот в какие сроки после факумальсификации возможно делать лазерную дисцизию? Через месяц в неосложненных случаях, если у пациента нет сопутствующих каких-то проблем, глаз полностью восстанавливается и уже возможны любые манипуляции. Нет, ваши знания не устарели, потому что срок этот раньше был достаточно четко обозначен, где-то полгода изначально, когда-то, когда была эра экстракциальная экстракция катаракты. Сейчас появились другие обстоятельства. Во-первых, стали больше оперировать. А. Стали оперировать пациентов моложе. Б. Стали имплантировать премиальные линзы В. Эти три показателя повлияли на частоту фиброза. Потому что омоложение катаракты, это вторая половинка, легче оперировать с одной стороны, быстро убрал, красиво поставил, получил зрение вах-вах-вах. Как замечательно. Но у этих пациентов, в силу естественной репаративности, скорости репаративных процессов, фиброзы, уплотнения и прочее начинаются раньше. Во-вторых, если представим себе, что это была не прозрачная хрусталика, какая-то катаракта, какая-то, видимо, очевидная аутоиммунный процесс там все-таки, наверное, где-то шел, может, не выяснили, но так может быть. Поэтому тоже у них скорость этих уплотнений может быть больше. И третье В, почему я сказал про премиальные линзы, они очень быстро реагируют на любое уплотнение капсулы. Очень быстро. Любая оптическая преграда, складочка, какая-то вот флёр даже, в обычных пациентов даже бы не стало отмечать внимание, они говорят, они реагируют. Они реагируют на три вещи. Это слезная пленка и состояние задней капсулы. Поэтому вот этот вот период полгода, он как-то, знаете, стал немножко смещаться в сторону более ранней децизии. Я это не очень приветствую, но пациенты, которым, например, молодым поставили, ну, относительно молодым, понятно, поставили премиальную линзу, которая приходит там с субъективным резким снижением зрения, хотя объективно там не так сильно. Им же трудно объяснить, что надо выждать, а не хочется сейчас, сейчас и сразу. Они же, так скажем, как правильно, в общем, оплатили эту процедуру. Это не дешевые процедуры. Поэтому в редких случаях, ну, я вот свою практику за последние годы, ну, вот четыре месяца, пять месяцев было у меня, когда не столько за счет фиброза капсулы, а за счет вот этих жалоб пациента на, и мы видели это уплотнение капсулы, да, после этого зрение становилось лучше, уходила эта оптическая преграда. Если же говорить про исходный фиброз, то к чему вы правильно ведете, то где-то тоже полгода, думаю, что можно будет безопасно сделать. Фиброз, как бы вот к нему не относиться, он даже если останется интероперационно, он, в принципе, на зрение, конечно, окажет влияние, но эффект улучшения зрения у этих пациентов достаточно высокий. Потому что мы исходно оперируем этих пациентов на низком зрении. Как правило, фиброзы происходят у тех пациентов, которые долго ходят с катарактами различной, так и этиологией. Поэтому эффект улучшения зрения у них сразу после операции очень хороший. Мы пациента в день операции предупреждаем о том, что потребуется, поэтому контрольный осмотр, ну, для меня эта цифра три месяца, а следующий контрольный осмотр полгода и уже рассечение капсулы. При адекватном общении с пациентом они все это понимают. Торопиться-то некуда, бежать-то никуда не надо. Почему это нельзя делать раньше? Мы, когда вмешиваемся в глаз, мы нарушаем геомтофтермический барьер. Это очевидно. Глаз это вообще такая запредельная за иммунным, так скажем, статусом конструкция, и большинство антигенов глаза не представлено в иммунной системе глаза, за барьерный орган, так называемый. Мы вмешиваемся в него, поэтому так или иначе некая воспалительная реакция, аутоиммунный процесс будет происходить. И риск развития макулярного отека в послеоперационном периоде у артифакичного пациента это срок от одного до трех месяцев. Если вы разрушите естественную преграду, заднюю капсулу и все то, что накапливается в целярном теле, оно там и накапливается, может, так скажем, попадать в полостековое тело и так или иначе атаковать макулярную область, то тем самым увеличивайте риск развития макулярного отека и некого хронического воспалительного процесса. Поэтому я вот считаю, что это рановато. Можно проскочить, но это, если удачно, то это не значит, что это практика. Просто удачно получилось. Мы как-то, когда делаем лазерную десцизию, вот в лазерной хирургии они обращают внимание на положение передней гиаломембраны? Не обращают, не до этого. Ну, я смысла особого не вижу, тем более, что я не уверен, что там что-то, большие изменения происходят со временем. Да, со временем идет, может быть, изменение размера стекловидного тела, как бы его сжатие. Вот это вопрос с ретро-лентальным пространством. Это модная тема сейчас и в предоперационном периоде пытаются там оценить его, делать какие-то выводы, как вести саму операцию и в послеоперационном периоде, что с ним происходит. Но для лечения вторичной катаракты это значение не имеет. Сохранить переднюю гиаломембрану, разрушая заднюю капсулу, это практически невозможно. Это должен быть там большой зазор, большое пространство, чего не бывает. Лазерная десцизия – это эквивалентно тому, что мы повредим переднюю гиаломембрану? Нет. Значит, уже соперировали, уже произошло изменение в этом интерфейсе. Там не сохраняются те же параметры, которые вот с нативным хрусталиком. Там несколько вариантов есть. Произошла полная отслойка передней пограничной мембраны и она вообще далеко, тогда мы ее не тронем, если сфокусируемся там, где надо. А есть ситуации, когда, наоборот, оно полностью прилипает к задней капсуле, и это как одна мембрана полностью. Это задняя капсула, там, может, еще перед задней капсулой мембрана какая-то, задняя капсула, передняя пограничная, и стекловидное тело еще измененное. Еще раз отсылаю вас к докторской диссертации Егоровой, где очень квалифицированно и грамотно на данных осетей, причем цветных. Вот там все варианты расположения задней капсулы стекловидного тела, линзы и так далее. Все это классифицировано, все хорошо описано. Ну, если у вас есть передняя слойка гиаллодной мембраны, то, естественно, они там не слипаются точно. Все зависит, конечно, от сходного состояния глаза, я так думаю. Гиперметропы как были гиперметропами, так и остаются гиперметропы, у них все находится здесь. Если это миоп, то там совершенно наоборот, будет туда. Вы какие-то идеальные условия. Вот если у нас тоненькая-тоненькая задняя капсула, вот у нас есть неизмененное стекловидное тело, может ли лазерный хирург сделать так дисцизию? Обычно что? Какая-нибудь резиновая задняя капсула, где надо энергию увеличивать, иначе мы ее не пробьем. Там ее с первого раза не разобьешь, надо делать там кучу выстрелов. Для лазерных хирургов это сложно, туда куда-нибудь не влететь. Это к тому, что, может быть, всем рутинно делать заднюю капсулу Рекс? Ну, это от хирургов зависит, да. Есть хирурги и на Западе, которые всем делают заднюю капсулу Рекс, там Кошемер. Там они, правда, и линзу ставят, не линзу в мешок, а мешок в линзу. Тоже была такая идея, когда мы и переднюю и заднюю капсулу, в линзе есть такая выемка по всему диаметру, и мы линзу имплантируем, и передняя и задняя капсула вставляется в линзу. И вроде бы там даже они пытались доказать, что аккомодация есть, но что-то тоже заглохло. Вот от ветеринарных хирургов я слышала, что очень часто они видят отслойку сетчатки после лазерной дисцизии, они поэтому очень боятся и предпочитают делать это интероперационно все. Слушайте, вот на моей практике я занимаюсь лечением вторичной катаракты, не боюсь этого сказать, с 1984 года. Серьезно, то есть это год, когда я поступил в аспирантуру, и тему мне дали как раз таки вот по хирургии задней капсулы хрусталика. И, пожалуй, у меня было там пару случаев за все время, когда можно было каким-то образом расценивать, что як-лазер может быть как-то связан с возникшей потом отслойкой сетчатки. Ну и то, скорее всего, это были какие-то недообследованные пациенты или случайное просто сочетание обстоятельств таких. Но чтобы после як-лазера развилась отслойка сетчатки, это почти исключено. То есть у вас меоп, причем не экстремальный меоп, где уже задняя отслойка стеклоидного тела произошла, а такой средний, 26-27 длина глаза, молодой. И вот у него надо сделать лазерную, як-лазерную дисцизию. Ну, можно посмотреть, сколько отслойок после як-лазерной дисцизии и сколько отслойок от первичного заднего капсулы урексиса? Ну, они примерно сопоставимы. Ну, вообще отдельная конструкция. У них там в большей степени зависит от сходного состояния сетчатки, чем от того, сделали бы капсулу урексис сразу или через два-три месяца, или через полгода. Риски того, что произойдет отслой к сетчатке, в каком случае будет выше? Интероперационно сделать задний капсулу урексис или сделать лазерную дисцизию? Ну, естественно, интероперационно. Как вы сами говорили, во время операции камера гуляет, может она порожниться, на этапе даже вымывания вискоэластика уже после проведения заднего рексиса и, конечно, тракции значительно выше. С як-лазером таких проблем не бывает. Интероперационно, если мы делаем, мы не повреждаем переднюю гиалуидную мембрану, а если делаем лазерную дисцизию, скорее всего, мы ее повредим. Но объем глаза уже фиксирован, уже на закрытом глазу мы делаем. Повредим, не повредим, не принципиально. То есть мы не удаляем и не смещаем стекловидное тело. Оно как было, так и есть. Неважно, повреждена передняя пограничная мембрана, не повреждена. Як-лазер действует очень локально, такого распространения нет. Ну, как пример, когда мы делаем там дисцизию синехи и так далее, даже рядом находящиеся сосуды, очень редко, когда они, начинается корвотечение, то уж если вы совсем близко стреляете. Если чуть в отдалении, то сосуды не реагируют. Лазерная дисцизия, она как-то меняет рефракцию? Да. Как? Ну, линзочка немножко двигается, то есть мы меняем натяжение. У нас есть определенная конструкция, которая пришла в равновесие. Легкий фиброз произошел, линзочку вперед подтянула, значит, легкая миопизация произошла. Делая задние капсулы Рексис, в принципе, снижается нагрузка натяжения задней капсулы, линзочка должна вроде бы встать чуть-чуть обратно, назад, значит, должна быть легкая потеря. Ну, легкая гиперметропия, это все немного. Ну, то есть, ну, а на премиальных линзах это все-таки чувствуется. То есть, есть пациенты, которые там с плюс, ну, вот без коррекции он видит 0,6, а с плюс 0,25 единицу, вот хоть убей. Вот, на таких пациентах это может влиять, конечно. Это если же проходит же в достаточно в отдаленные сроки, может, мы обсудили несколько месяцев, то не должна. Это уже устоявшееся положение линзы, я, по крайней мере, не помню. Другое дело, что может субъективная рефракция измениться, потому что становится более прозрачная, соответственно, оптическая ось, и там какая-то коллекция может появиться. Но по объективной рефракции я такого не знаю. Смотря как ее выполнять, вообще-то нет. Ну, просто размер отверстия должен быть достаточным для эффективной работы зрачка, чтобы соответствовав размеру зрачка более-менее, чтобы не делать очень большим. Самое главное не делать очень большим, чтобы линза никаким образом не сместилась глубже, чем она должна быть. То есть линза все равно должна оставаться в капсульной сумке. И вот это склеивание передней и задней капсулы должно фиксировать линзу в одном, в правильном положении, между листками капсулы. Если как и передний рексис слишком большое смещение линзы вперед, так и задний рексис слишком большое, если вы сделаете большую десцизию, чтобы линза не ушла дальше в стеклое на тело при контракции капсульной сумке. Если же линза замурована между листками передней и задней капсулы и линза никуда не сместится, рексис никак не повлияет. Это знаете, я сейчас хочу вспомнить историю с Crystal Lens. Это баушлонп, аккомодирующая линза, которая вроде как истинная аккомодирующая линза, которая меняла положение оптического диска центрального по отношению к оптической оси за счет работы циновых связок. И там она была устроена таким образом, что между оптическим диском и опорными элементами была тонкая перемычка, то есть линза могла перемещаться вперед и назад по действиям цинных связок. Но к чему это привело? Когда происходила контракция капсульной сумки, линза перекашивала. И получался так называемый Z-синдром, когда линза приобретала такую форму буквы Z. И тогда, чтобы каким-то образом исправить положение, вернуть какое-то зрение, уже речи об аккомодации не была. Пусть или плюс, или минус у пациента будет. Делали насечки передней капсулы, чтобы линза ушла вперед и заняла какое-нибудь стабильное положение. Ослабляли кольцо, образованное передней капсулой, чтобы линза выпрямилась. То есть она уходит вперед при рассечении передней капсулы. Перерассечение задней капсулы наоборот уйдет назад. А если мы делаем интраоперационную капсулу Рексис, то же самое? Да. Абсолютно. То есть если мы заранее подразумеваем? И оптикапчер мы тоже делаем. То есть если мы заранее понимаем, что мы, скорее всего, будем делать заднюю капсулу Рексис, нам нужно делать какую-то поправку при расчете линзы. Можем ли мы, если прозрачную заднюю капсулу, использовать лазерную дисцизию как метод декоррекции? Ну как метод декоррекции мультифокальные линзы приходят и на что-то жалуются с высоким зрением? То есть других вот проблем нет. Линза подобрана правильно, линза стоит хорошо, никаких тилтов, ничего нет, она стоит там где нужно, операция сделана шикарно, роговица прозрачная. Вот пациент жалуется, вот тут вот что-то не так, вот тут ему не хватает. Вот первое, что надо сделать, сделать хорошо, я к лазерной дисцизию. А после этого уже его спрашивают, прошло или нет. И что у вас так в практике было, что вы сделали? Да, да. А с чем вы это связываете? Ну вот о том, чем вы говорили. Так что лишняя поверхность дает лишнюю интерференцию и дифракцию проходящих лучей и вот это минимальное даже снижение контраста может давать негативные какие-то. Вот именно вот этого контраста не хватает. Вот эти два процента мы улучшили, убрав эту заднюю капсулу и вот, ну стало хорошо, вот оно счастье пришло. Это не значит, что все вопросы будут решены, но что-то да. В литературе довольно часто встречается утверждение, что если мы во время операции повреждаем заднюю капсулу, то это увеличивает риск развития эндоптальмита. Вот вы согласны с этим? Теоретически да, потому что вы же нарушаете, так скажем, естественные барьеры между передним и задним эндоптальмит. Это в первую локализация в заднем отрезке, ну в классическое выражение, да, экстративная реакция в стекловидном теле. Если в переднем отрезке есть какая-то клеточная реакция, то при изолированности переднего отрезка риск тоже распространится на задний отрезок, конечно, меньше. Да, выше. Поэтому в тех случаях, например, можно целесообразно продлить инстилляции антибиотиков не неделя, как в стандарте, а до двух недель. Те же самые вторых иналонов. Почему нет? И продлить до двух недель инстилляции стероидов, чтобы снять вот эту воспалительную реакцию. Ну, если мы возьмем тысячу операций без этого осложнения и тысячу операций с этим осложнением, то количество эндоптальмитов будет больше. Нет, эндоптальмитов, и не так все линейно, я думаю. Эндоптальмиты не с этим связаны. Если мы делаем интероперационный задний капсулорексис, это точно также увеличивает риск развития эндоптальмита? Теоретически да. Именно я поэтому объясню, я бы спросил, что бы я предпочел бы, передний капсул, задний капсулорекс интероперационный или в послеоперационном периоде. Я выбрал в послеоперационном периоде, потому что более безопасная методика. Нет, таких данных нет. То есть, получается, все-таки передняя геолоидная мембрана больше несет вот эту механическую преграду. Я бы тоже не сказал. Ну, какая она? Передняя геолоидная мембрана тоже полупроницаема. Потом там есть... Мы и так-то, в принципе, это же не герметичная. Вот задняя камера глаза, она что, прям такая герметичная? Там есть связки, через связки может чего угодно пройти. Да, там связки, они натыканы, они в разных направлениях, но... Сколько раз, наверное, тоже замечали, вы оперируете, и вот маленький кусочек хрусталя нет подвывиха, ничего. Вот какой-то кусочек раз, он почему-то под задней капсулой оказался. Но перед геолоидной мембраной. Ну и что? А передняя геолоидная мембрана, она тоже это не... и непроницаемая вещь. Это даже не капсула хрусталика. Если у вас настоящий эндофтальмид, то вот это вот есть задняя капсула или нет, ну это вот десятое дело. Разрыв задней капсулы увеличивает риск эндофтальмид не сам по себе, а все последующие манипуляции по борьбе с этим разрывом. Если разрыв произошел, и хирург быстренько справился, не повредив переднюю геолоидную мембрану, или же повредив, но тут же как-то или отдавив стеклоидное тело, там вискоэластиком, я не знаю, но справился без витректомии, или даже с витректомией, но без грубых каких-то нарушений и проблем. Энофтальмид не будет. Энофтальмид будет, если хирург очень долго работал, не удалил полностью фрагменты хрусталика, кортикальные массы, осталось стеклоидное тело в передней камере, не дай бог в ране, вот тогда будет эндофтальмид, возможно будет эндофтальмид значительно выше. Поэтому я прямой связи не вижу. Да, нет, ну естественно она и есть, поскольку капсула выполняет барьерную роль, задние отделы от передних отделяет, но эндофтальмид возникает все-таки не просто от проблем, от осложнения разрыва задней капсулы, а от того, что попадает в глаз инфекция, неважно она попала в заднюю камеру или в переднюю. Если попала она в переднюю, тоже может возникнуть эндофтальмид, даже при интактной задней капсуле. Зависит от количества инфицированного тета-агента, от вида агента, если синегнойная палочка, то неважно куда она попала, в переднюю камеру или в заднюю. Так что прямой связи нет.